Добрый день! В этом видео я расскажу как собирается головоломка Диан Шенг Блейд или кубик бритва. Это такой острый параллелепипед, каждой гранью которого является ромб. Он является модификацией обычного кубика Рубика и собирается похожим принципом. Но есть некоторые отличия. Если вы умеете собирать кубик Рубика, то эти знания вам очень помогут, но в любом случае я покажу все необходимые алгоритмы. Также существует ромбовидный куб от компании Лан Лан. Форма немного отличается, расцветка тоже, но собираться они будут одинаково. Рассмотрим строение. На стандартном кубике Рубика есть три типа элементов. Это центры, одноцветные элементы, их 6 штук. Ребра двухцветные, их 12 штук. И углы трехцветные, белый-синий-красный, это угол. Таких 8 штук. На бритве такой же набор элементов, но выглядят они иначе. Центры стали трехцветными. Бело-серо-синий, это центр. Также желто-серо-зеленый, тоже центр. И таких 6. Ребра теперь двух типов. Такие большие трапеции, одноцветные, 6 штук. И вот такие двухцветные элементы, их тоже 6. Углы тоже двух типов. Два крупных, трехцветных. Этот и вот этот. И 6 маленьких треугольников, одноцветных. Серый, белый, синий и так далее. Мы видим, что при перемешивании гломка потеряла свою форму и выглядит устрашающе. На обычном кубике Рубика на первом этапе нужно собрать правильный крест. Делать это можно любым способом. Главное, чтобы вокруг белого центра стояли 4 белых ребра, которые совпадали с боковыми центрами. Красный. Подводим к красному центру. Дальше. Оранжевый. Поставим напротив. Синий. Рядом с синим центром и зеленый. Поставим сюда. Вокруг центра 4 ребра. Вот эти элементы пока не нужны. Нам достаточно вот такой конструкции. 4 ребра и совпадают с боковыми центрами. На шейпмодах это делается чуть сложнее, поэтому покажу подробно. На кубике бритве нет белого центра. Они все трехцветные. Но мы можем найти центры, у которых есть белый цвет. Бело-синий-красный. Бело-серо-синий. И должен быть еще один бело-зелено-серый. Для удобства и определенности начнем с бело-синий-красного. Я так обычно делаю на шейпмодах кубика рубика. У этого центра есть четыре стороны. С этой стороны должно быть белое ребро. С этой красное. С этой бело-синие. И с левой синий-красный. Эти ребра нужно найти и поставить на свои места. Вот рядом стоит белое ребро. Его нужно переставить вот сюда. Чтобы это сделать, мы можем его временно отвести в сторону, развернуть центр и поставить ребро на место. По цвету оно теперь совпадает. Но надо, чтобы совпадало и по форме. А значит, это ребро в виде трапеции нужно развернуть. Это можно делать либо интуитивно, либо из такого положения сделать три движения. Неправильное ребро справа, центр сверху. Опускаем ребро на себя. Верхнюю грань поворачиваем по часовой стрелке. И переднюю грань поворачиваем против часовой стрелки. Получаем, что центр и ребро совпадают теперь не только по цветам, но и по форме. Так же делаем с остальными. Здесь должно быть большое красное ребро. Поищем. это угол. Вот красное ребро. Подводим его поближе к нашему центру. Но сторона не та. Сначала отведем, повернем центр красной стороной и вернем ребро. Здесь видим по форме сразу совпало, поэтому разворачивать не нужно. Дальше нам нужно бело-синее ребро и сине-красное ребро. Посмотрим, какое первое найдется. Вот бело-синее. Нужно поставить на бело-сине место. Здесь сразу все совпало. И форма, и цвета. Осталось сине-красное. Можно поставить вот так и все сразу совпадет. Но бывает, что двухцветные ребра становятся не той стороной. Это выглядит таким образом. По форме все совпадает, но цвета наоборот. В этом случае такое ребро нужно тоже развернуть уже известным способом. На себя, вверх по часовой и переднюю грань против часовой стрелки. Мы получаем центр и рядом четыре ребра. Здесь все совпадают и по форме, и по цветам. Но этого недостаточно. Переворачиваем крест вниз и смотрим, как наши ребра совпадают ли с боковыми центрами. Белое ребро с желто-зелено-красным центром не совпадает. Бело-синее с этим тоже нет. Да и остальные не совпадут. Надо повернуть крест на нижней грани так, чтобы совпадали хотя бы цвета, хотя бы их набор. Делаем поворот. Видим бело-синий, бело-синий. Набор нужных цветов есть. Проверим остальные. Синий-красный, синий-красный. Здесь совпала и форма, и цвет повезло. Здесь белый. Ну, белый есть, но нужно центр развернуть. Теперь будем разворачивать центры, чтобы везде было так же красиво, как здесь. То есть совпадали бы и форма, и цвета. Для этого берем центр, который не совпадает перед собой. Переднюю грань поворачиваем на 180 градусов, так, чтобы ребро креста поднялось наверх. Отводим его в сторону, неважно в какую. Помним, что ребро белое. Отведем влево. Повернем теперь центр белой стороной вверх и вернем ребро. Теперь они совпадают по цвету и по форме, и можно все вернуть на место. То есть белое ребро повернуть вниз. Вернули к первому центру, и здесь все совпадает. Переходим к следующему. Здесь белый-синий, белый-синий не совпадают. Разворачиваем переднюю грань, отводим в сторону, поворачиваем центр так, чтобы белый-синий цвета были сверху и возвращаем ребро. Совпадает. Все возвращаем на место. Тут совпадает и тут совпадает. Переходим к следующему. Синий-красное ребро и здесь синий-красно-желтый центр. Повторяем процедуру. Разворачиваем, отводим в сторону, поворачиваем вверх синие и красные цвета, возвращаем ребро и ставим все на место. Проверим, что получилось. Изначально крест, здесь цвета и форма совпадает, и здесь с боковыми центрами тоже все совпадает. Стальные элементы, конечно, путают и мешают восприятию, но нужно заметить, что крест у нас собран. На обычном кубике рубика дальше нужно собрать первый слой, а для этого мы уголки с верхней грани, учитывая, что крест снизу, должны поставить на нижний слой. Находим уголок, который нужен. Вот белый, синий, красный. Он должен стоять вот здесь, между синим и красным ребром. И чтобы отсюда переставить его вот сюда, нужно сделать комбинацию под названием пиф-паф. Поднимаем правую грани, поворачиваем верхнюю по часовой, опускаем правую грани и верхняя против часовой. Эти четыре движения называются пиф-паф. Но для того, чтобы поставить уголок на место, можно использовать только три движения. В случае, если нам хватит одного пиф-пафа. Соберем углы здесь. Нужно поставить белый треугольник, синий треугольник и красный треугольник и один здоровый угол. Начнем с маленьких треугольников. Опустим крест вниз и поищем наверху. Вот белый. Его поставить нужно на белое место. Вот здесь два белых ребра, здесь и стоять белому треугольнику. Мы располагаем центр перед собой, справа, снизу место, где должен быть белый треугольник. А над этим местом нужно как раз сам треугольник и расположить, то есть справа от центра. Отсюда мы делаем три движения от пиф-пафа. Поднимаем, поворачиваем, опускаем. Получается, что уголок встал на место. Ну, здесь нам повезло, встало еще и ребро. Такое случается не всегда, чаще не случается. Смотрим дальше. Нам нужен еще синий треугольник, он стоит здесь, и нужен красный. Мы сейчас на это место поставим красный треугольник и заодно синий поднимется наверх. Располагаем над красным местом красный треугольник. Берем центр перед собой. Место и треугольник справа. Делаем три хода от пиф-пафа. Поднимаем, поворачиваем, опускаем. И вот мы видим, что треугольник на месте, но здесь какое-то другое ребро. Ребра мы будем собирать на следующем этапе. Теперь синий треугольник поднялся наверх. Его можно поставить на свое место. Он как раз стоит над ним, а значит располагаем центр перед собой и делаем те же самые три движения. Поднимаем, поворачиваем, опускаем. И вот у нас три маленьких треугольника стоят на местах. Осталось поставить большой угол. У него должен быть белый цвет, красный и видимо зеленый. Больших углов всего два. Если вот этот по цветам не подходит, то подойдет значит другой. Бело-красно-зеленый. Это наш кандидат. Мы его также располагаем над своим местом. Перед нами центр, справа угол, снизу его место. Делаем те же три движения. Поднимаем, поворачиваем, опускаем. И видим, что уголок по цветам совпадает. Повезло, так бывает не всегда. Рассмотрим другую ситуацию. Место свободно, уголок нужный сверху, центр перед нами. Делаем три хода от пиф-пафа. Поднимаем, поворачиваем и опускаем. И видим, что по форме стало все хорошо, но цвета не совпадают. Белый-красный, красный-зеленый, зеленый-белый. В этом случае мы должны пиф-паф сделать еще раз, чтобы уголок поднялся наверх. И мы потом поставим его другой стороной. Держим также. Поднимаем, поворачиваем, опускаем. Но здесь мы должны делать пиф-паф полностью, то есть с четвертым движением. Чтобы уголок вернулся вот на это рабочее место. Делаем пиф-паф еще раз, чтобы опустился он вниз, но уже другой стороной. Поднимаем, поворачиваем, опускаем. Видим, что вновь цвета не совпадают. Значит, будем продолжать делать пиф-пафы до тех пор, пока цвета не совпадут. Может потребоваться один, три или пять пиф-пафов. Поднимаем, поворачиваем, опускаем. И делаем четвертое движение, чтобы вернуть уголок. Теперь отсюда опускаем вниз, поднимаем, поворачиваем, опускаем. Теперь цвета совпали, все хорошо. Можно делать и другими способами, но я показываю на основе пиф-пафа, чтобы было меньше алгоритмов. Проверяем, что получилось. Первый слой готов, то есть крест и четыре уголка. Также бывает, что после сборки трех маленьких треугольников мы замечаем, что угол, белый, зеленый, красный, уже стоит на своем месте, но развернут неправильно. В этом случае мы также делаем пиф-паф, чтобы он поднялся наверх, после чего мы повторяем пиф-пафа до тех пор, пока он не встанет правильно. Также можно достать любой уголок с нижнего слоя, если, к примеру, вот этот красный и белый, зеленый, красный поменялись местами. То есть наверху нужных нет, а снизу два стоят, но не на своих местах. Мы делаем пиф-паф, один поднимается наверх, ставим его на свое место, он поднимается второй, и второй тоже ставим на свое место. Здесь же мы делаем пиф-паф, полностью, четыре хода, и продолжаем делать пиф-пафа, пока не соберется. Ну, хватило одного, цвета совпадают. Для сборки второго слоя используются алгоритмы чуть подлиннее. Их можно запомнить визуально, либо понять, но для тех, кому удобнее язык вращений, внизу экрана будут написаны формулы. Для начала мы находим на верхнем слое ребро, которое должно стоять на втором слое. Вот здесь, между красным и зеленым центрами, должно стоять красно-зеленое ребро. Мы располагаем его над центром, рядом с этим местом. Либо здесь, либо здесь. Чтобы определить, с какой стороны должно ребро стоять, мы просто наклоняем переднюю грань и проверяем, что это ребро будет совпадать по цветам с центрами. С этой стороны совпадает, а если мы будем с этой стороны наклонять, то цвета не совпадают. Поэтому располагаем над этим центром. Отсюда ребро нужно переставить вправо. Для этого мы используем следующие движения. Отводим ребро влево, поднимаем место, возвращаем оба движения. Сначала ребро, потом правую грань. Получилась вот такая вот пара. Мы ее уголком отводим на заднюю грань. После чего движением передней грани поднимаем место, возвращаем вот эту пару и возвращаем переднюю грань. Ребро встало в нужное положение. В случае, если мы поняли, что ребро нужно поставить на левую сторону, то есть при таком движении цвета совпадают, мы делаем алгоритм зеркально. Ребро нужно поставить налево. Мы, значит, его отведем направо, поднимем левую грань, вернем ребро, вернем левую грань. Получилась пара. Мы ее углом отводим назад, поднимаем место передней гранью, возвращаем пару и опускаем переднюю грань. Ребро встало на место. Иногда может случиться такое, что ребро стоит на своем месте, но неправильно развернуто. Для начала его нужно переместить на верхнюю грань, для чего мы на его место ставим любое ребро с верхней гранью. Причем тем же самым алгоритмом. Вот это ребро направо, значит, отводим, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Эту вот не очень красивую пару отводим углом назад, поднимаем переднюю грань, возвращаем, возвращаем. В итоге здесь ребро поменялось, а зелено-оранжевое, которое стояло неправильно, поднялось наверх. Располагаем ее над центром и тем же самым алгоритмом, можно даже не проверять, ставим на свое место. Отводим, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Пару назад, поднимаем переднюю грань, возвращаем, возвращаем. Точно так же мы поступаем в случае, если два ребра встали на соседние места и уже ни одного нужного сверху нет. Мы так же произвольное ребро ставим на место правого, одно поднимется вверх, после чего ставим его на свое место, а поднявшееся ребро отсюда ставим на свое. Для всего используются одни и те же алгоритмы. Соберем второй слой и на бритве. Здесь необходимо большое синее ребро, здесь красно-желтое, здесь большое зеленое, а здесь ребро уже стоит на месте. Так бывает. Ну давайте поищем наверху. Синее где-то было. Вот синее. Проверим, подойдет ли это ребро на это место, если мы будем опускать с этого центра. Опускаем, и здесь видим, цвета и форма совпадают. Удачно. На всякий случай проверим с соседнего. Рядом с этим синим местом есть два центра. И либо с этого, либо с этого ребро нужно ставить на свою позицию. Проверим с этого. Опускаем. И видим, что форма не совпадает. Значит положение неправильное. Возвращаем и переходим к левому центру. Отсюда ребро нужно поставить направо. Значит, отводим налево. Поднимаем с правой стороны место. Возвращаем. Возвращаем. Получилась вот такая красивая синяя пара. Ее уголком отводим назад. Поднимаем переднюю граню место. Возвращаем пару. И всю эту конструкцию на свое положение. Синее ребро на месте. Идем дальше. Здесь должна быть красно-желтая. Ищем наверху. Наверху его нет. Смотрим сюда. Но оно стоит как раз на месте зеленого. Мы сейчас поставим на место зеленое. А красно-желтая поднимется на верхнюю грань. Зеленое вот здесь. Проверим с этого центра. Опускаем. Цвета не совпадают. Значит, положение неправильное. Переходим на этот центр. Вот зеленое место. Опускаем. И здесь форма совпадает. Значит, отсюда и будем делать. Отсюда ребро переставляем направо. Отводим, значит, налево. Поднимаем справа. Возвращаем. Возвращаем. Получаем вот такую огромную пару. Уголком отводим назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем сюда пару. И опускаем все на место. И осталось одно ребро красно-желтое. Подводим его поближе. Пробуем с этого положения. С этого центра. Опускаем. Цвета не совпадают. Возвращаем. Переходим к соседнему. Проверяем здесь. Цвета совпадают. Значит, будем переставлять ребро отсюда налево. Делаем алгоритм зеркально. Отводим ребро в правую сторону. Поднимаем слева. Возвращаем ребро. Возвращаем левую грань. Получаем такую маленькую красивую пару. Отводим ее уголком назад. Поднимаем переднюю грань. Возвращаем пару. И опускаем на место. Получаем, что два слоя собраны. Сборка верхнего слоя будет гораздо сильнее отличаться от стандартного метода для кубика робика 3х3. Нам потребуется алгоритм под названием рыбка. Выглядит он вот так. Поднимаем правую грань. Вверх по часовой. Опускаем правую грань. Вверх снова по часовой. Поднимаем правую грань. Вверх поворачиваем два раза, неважно в какую сторону. И опускаем правую грань. Этот алгоритм перемещает вот эти три ребра против часовой стрелки. Мы видим, что здесь появилась красная вот отсюда. То есть красная перешла сюда. Оранжевое перешло сюда И синее перешло сюда Для того, чтобы сделать обратную перестановку Можно выполнить зеркальный алгоритм Для этого поднимаем левую грань Вверх против часовой Опускаем левую грань Вверх против часовой Поднимаем левую грань Вверх два раза Неважно в какую сторону И опускаем левую грань И ребра встали на свои места Так как переставились По часовой стрелке Расставим ребра на бритве У нас два слоя собраны Смотрим на верхний центр Рядом с ним нет ни одного ребра, которое совпадало бы и по форме, и по цвету А желательно, чтобы такое ребро было Если такого нет, то нам достаточно ребра, которая стоит на своем месте относительно верхнего центра Вот это зелено-серое ребро рядом с зелено-серой стороной То есть стоит оно на своем месте, но развернуто Нас это устроит Посмотрим, как располагаются остальные ребра, а это ставим перед собой Здесь зелено-желтое возле серого места Серое возле желтого И желтое возле зелено-желтого Если мы переставим эти ребра против часовой стрелки, то они встанут не на свои места А если наоборот, желтое пойдет сюда, серое сюда, зелено-желтое сюда, то они встанут на свои места Для перестановки по часовой стрелке мы используем левую рыбку Начинаем слева Поднимаем Вверх против часовой Опускаем Вверх опять против часовой Поднимаем Вверх дважды Опускаем Смотрим, что получилось Вот наше было зелено-серое ребро Серое на месте Желтое на месте Зелено-желтое тоже на месте Мы замечаем, что серое ребро и по форме, и по цвету совпадает То есть оно ориентировано правильно Зелено-желтое так же И по форме, и по цвету Желтое по цвету совпадает, но по форме нет Зелено-серое совпадает по форме, но по цвету не совпадает То есть вот эти два ребра ориентированы неправильно Вроде бы все ребра на местах, но развернуты они неправильно И их нужно разворачивать Здесь возможны три ситуации Самая простая это палка Когда рядом с центром два ребра правильно ориентированы Располагаем вот эту палку горизонтально Не вертикально, именно горизонтально Поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке Делаем пиф-паф И возвращаем переднюю грань Получается крест, где желтые ребра правильно развернуты Это ребра правильно ориентированы И вот это Они находятся напротив, мы располагаем их слева и справа И делаем алгоритм для палки Для этого поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке Делаем пиф-паф И возвращаем переднюю грань обратно Смотрим, что получилось Ребра как-то переместились Но зато мы знаем, что они развернулись правильной стороной А значит нам осталось их поставить на места И крест на верхней грани будет готов Располагаем ребро, которое стоит хорошо перед собой В данном случае это зелено-желтое И смотрим на остальные Серое было бы неплохо поставить сюда Тогда зелено-серое пойдет сюда Это перестановка по часовой стрелке Опять делаем левую рыбку Поднимаем слева вверх против часовой Опускаем слева вверх опять против часовой Поднимаем слева вверх два раза Опускаем слева Остается довернуть И мы видим, что крест готов Может быть такое, что возле центра Нет ни одного ребра, которое стояло бы на нужном месте Вот это желтое рядом с зелено-желтой стороной Зелено-желтое рядом с желтой И эти тоже не подходят В этом случае мы можем сделать какую-то рыбку Чтобы ребра как-то переставились К примеру, если сделаем из этого положения правую рыбку То ребра переставятся против часовой стрелки И вот это зелено-желтое встанет на зелено-желтое место Нас это устроит Сделаем правую рыбку Поднимаем справа Вверх по часовой Опускаем Вверх снова по часовой Поднимаем Вверх дважды Опускаем Что получилось? Это ребро на месте Остальные можно переставить Если желтое перейдет сюда Встанет на серое место Не подойдет А серое отсюда На серое место Подойдет Поэтому сделаем Левую рыбку Поднимаем Вверх Против часовой Опускаем Вверх Опять Против часовой Поднимаем Вверх Поворачиваем Дважды Неважно в какую сторону Опускаем Смотрим Что получилось Ребра Стоят Вроде бы На местах Можно довернуть Для красоты Но мы видим Что вот это Зелено-серое ребро Развернуто Стоит не той стороной И вот это серое Стоит как-то криво Другая ситуация Галка Это когда Два правильно ориентированных Ребра Находятся Рядом Не напротив А рядом Мы располагаем Одно слева Другая сзади И делаем Похожий алгоритм Сначала Передняя грань По часовой стрелке После чего Мы делаем Пиф-паф Но наоборот Сначала Поворачиваем Верхнюю грань Потом Поднимаем Правую Возвращаем В верхнюю грань Возвращаем Правую И переднюю грань Ставим На место Также Четыре ребра Разворачиваются Нужной стороной Это получается Ситуация Галка Это ребро Правильно ориентировано И это тоже Правильно ориентировано Располагаем Ребра Одно сзади Другое слева И делаем Галку Для этого Поворачиваем Переднюю грань По часовой стрелке Делаем Обратный Пиф-паф И возвращаем Переднюю грань На место Получаем Что теперь Все ребра Ориентированы Правильно И их нужно Опять Переставить Серая Сюда Желтая Сюда И так далее Делаем Правую рыбку Поднимаем Справа Вверх По часовой Опускаем Справа Вверх По часовой Поднимаем Вверх Дважды Опускаем Видим Правильный Крест Также возможен Следующий случай Смотрим Все ребра Стоят Как-то Не так Но Зелено-серое Стоит на своем месте Хоть и развернуто Располагаем Его Перед собой Остальные Переставляем Видим Что зелено-желтое Если поставить Сюда Будет Нехорошо А вот Желтое Поставить Сюда Будет Как раз Как надо Делаем Левую Рыбку Расставили Ребра По местам И видим Что все Они Ориентированы Неправильно То есть По цветам Либо по форме Не совпадают Это Та самая Редкая точка На кубике Рубика Выглядит Вот так Но если Не обращать Внимания На уголки То центр И ни одного Желтого Ребра Решить Очень просто Сначала Мы делаем Алгоритм Для палки Поворачиваем Переднюю грань Делаем Пиф-паф И Возвращаем Переднюю грань На место После чего Получаем Галку Ее Разворачиваем В нужное положение И делаем Алгоритм Для галки Поворачиваем Переднюю грань Делаем Пиф-паф Уже Обратный И возвращаем Переднюю грань Вот получаем Крест Галки Пока Не важны Для решения Получить Используем Палку А потом Галку Сначала Палку Из любого Положения Передняя Подчасовой Пиф-паф Передняя Противчасовой Далее Разворачиваем И хоть и не видим Зачем А верхнюю грань На 180 градусов То есть Вращаем Дважды Верхний слой И делаем Алгоритм Для галки На таких шейпундах Это можно делать Вслепую Не проверяя Передняя Почасовой Делаем Обратный Пиф-паф И передняя Грань Обратная Теперь Все ребра Правильно Ориентированы Их осталось Расставить По местам Видим Что за один раз Этого сделать Не получится Так как все ребра Стоять неправильно Поэтому придется Делать рыбку Дважды Допустим Из такого положения Мы сделаем Правую рыбку Чтобы вот это Серое ребро Перешло Вот сюда Смотрим Что получилось Серое ребро Теперь на месте Подводим К своему боковому Центру И делаем Финальную Перестановку Здесь Зелено-желтая Если поставить По часовой стрелке Вот сюда То встанет Как надо Делаем Левую рыбку Ну и теперь Перестановка Ребер Их ориентация Завершены У нас Правильный крест На верхней грани Можно собирать Ребра И по-другому Использовать Те же алгоритмы Но в другом порядке Этот способ Немного медленней Но движений Меньше Конструкция Головоломки Позволяет Определить Ориентацию Ребер Сразу Но для этого Каждое ребро Нужно подвести К своему боковому Центру Мы видим Что вот пока С верхним центром Никакое ребро Не совпадает Значит Смотрим С боковыми Вот Зелено-серое Ребро Подводим К зелено-серому Центру Видим Что цвета И форма Совпадают Значит Это ребро Ориентировано Правильно Следующее Серое Возле серого Центра Стоит криво Значит Ориентировано Неправильно Следующее Ребро Зелено-желтое Подводим К своему Зелено-желтому Центру По цветам Не совпадает Ориентировано Неправильно Зелено-желтое И осталось Ребро Желтое Ее нужно Подвести К своему Боковому Желтому Центру Подводим И видим Что оно По форме И по цвету Совпадает Получается У нас Два ребра Правильно Ориентированы И два Нет Осталось Только вспомнить Какие Одно Желтое А другое Зелено-серое Эти два ребра Располагаются Рядом Значит Это галка Располагаем Одно Сзади А другое Слева И делаем Комбинацию Для галки Поворачиваем Переднюю грань Делаем Обратный Пиф-паф И возвращаем Переднюю грань На место Таким образом Мы теперь Точно знаем Что все ребра Правильно Ориентированы Осталось Расставить их По местам Сейчас Ни одно ребро Правильно Не стоит Значит Делаем Какую-то Перестановку И одно Из них Встанет Если Вот это Зелено-желтое Переместить Сюда То оно Встанет Правильно Делаем Правую Рыбку Потому что Перестановка Против Часовой Стрелки Смотрим Что получилось Вот Зелено-желтое Ребро Теперь Стоит Хорошо Подводим К своему Боковому Центру И Переставляем Оставшиеся Видим Что если Издвинуть По часовой Стрелке Все Встанут Хорошо Делаем Левую Рыбку Верхний Крест Собран На подобных Шейпондах Переставлять Углы Верхней Грани Можно Разными Алгоритмами Три Из Четырех Угла Симметричны И их Ориентация Не важна Поэтому Подойдут Алгоритм Даже Те Которые Разворачивают Элементы Я Покажу Алгоритм Из Своего Метода Для Начинающих Для Кубика Рубик Три На Три Но Подойдет Любой Другой В этом Случай Необходимо Верхнюю Грань Расположить К себе И Слева Сверху Спереди Поставить Угол Который Стоит На Месте Далее Делаем Следующее Движение Правая Грань Два раза не важно В какую сторону Правая Грань На Себя Верх По Часовой Правая От Себя Низ Опять Два Раза И Правая Грань Два Раза Если Углы Не встали На Свои Места Алгоритт Нужно Повторить От Себя Против Часовой От Себя В случае, если изначально ни один уголок на месте не стоит, мы также поворачиваем желтую грань к себе и из любого положения, когда верхняя грань обращена к нам, делаем тот же самый алгоритм. Потом один из уголков встанет на место. Располагаем его слева сверху спереди и еще раз делаем тот же самый алгоритм, пока угололомка не соберется. Все собралось, можно завершать. Посмотрим, как это работает здесь. Мы видим верхнюю грань. Вот это. Здесь зелено-желто-серый центр. Вокруг него четыре угла, из которых только зеленый стоит на месте. Все остальные не на своих местах. Но этот очевидно почему. Этот также, а этот не совпадает по цвету. И только зеленый стоит правильно. Мы вот этот центр располагаем перед собой, так чтобы правильный уголок был слева сверху спереди. И делаем алгоритм, переставляющий углы. Правая грань от себя, вверх, против часовой. Правая опять от себя, низ два раза. Неважно в какую сторону. Правая грань на себя, вверх, против часовой. Правая от себя, низ снова дважды. И правая дважды. Смотрим, что получилось. Все уголки встали на места очень хорошо. Этот даже правильно развернут. В случае, если ни один уголок на месте не стоит, мы все равно зелено-серо-желтый центр располагаем перед собой. И неважно из какого положения мы будем делать перестановку, главное, чтобы центр был перед нами. Так можно вращать как удобно. Но мне удобно вот так, чтобы вот этот большой угол не мешал. Делаем те же движения. Правая от себя, вверх, против часовой. Правая от себя. Низ два раза. Правая на себя, вверх, против часовой. Правая от себя. Низ снова дважды. Неважно в какую сторону. И вращаем правую грань два раза. Смотрим, что получилось. Серый уголок встал на место. Располагаем его в нужном положении. Слева, сверху, спереди. Делаем алгоритм еще раз. Серо-зелено-желтый центр перед нами. Правая от себя. Вверх, против часовой. Правая от себя. Низ, поворачиваем два раза. Правая на себя. Вверх, по часовой стрелке. Правая от себя. Низ, опять дважды. Правая дважды. Смотрим, что получилось. Мало что поменялось. Углы переставились, но не собрались. Повторяем алгоритм. Из того же положения. Правая от себя. Вверх, против часовой. Правая от себя. Низ вращаем дважды. Раз, два. Правая на себя. Вверх, по часовой. Правая от себя. Низ, опять вращаем дважды. И правая грань дважды. Все углы встали на свои места. Игломка, по сути, собрана. Но так бывает не всегда. Помимо собранного состояния, единственная ситуация может быть вот такая. Когда один угол на верхней грани нужно развернуть. Эти три симметричные, одноцветные. Их ориентация не важна и незаметна. Этот же нужно разворачивать. Чтобы это сделать, мы располагаем вот эту грань сзади. А перед собой берем центр, с которого начинали. Белый, синий, красный. Сверху должен быть другой центр. А острый угол, который нужно развернуть, должен находиться сзади, сверху, слева. Из этого положения мы делаем два пиф-пафа. Потом смотрим, что стало с уголком. Начинаем. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Уголок развернулся правильно. Значит, сразу на его место ставим вот этот синий одноцветный. И делаем еще четыре пиф-пафа, чтобы в сумме получилось шесть. Первый. Дальше. Второй. Третий. И четвертый. Возвращаем левую грань на место. И куб бритва собран. Аналогичная ситуация. Верхняя грань, все углы на своих местах, и этот большой, нужно развернуть. Располагаем перед собой центр, с которого начинали, другой центр сверху, уголок сверху, сзади, слева. Делаем так же два пиф-пафа и смотрим на уголок. Начинаем. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Видим, что уголок с ребром по цвету не совпадает. Значит, делаем еще два. Первый. Теперь второй. Замечаем, что уголок с ребром по цвету совпадает. Значит, пора на его место ставить синий одноцветный. И делать оставшиеся пиф-пафы до шести. Если мы сделали четыре, то осталось только два. Первый. И второй. Возвращаем левую грань. Все, собрано. Других ситуаций с разворотом последних углов быть не может. Пример сборки для закрепления. Снова видим хаос, мешанину геометрических форм. Среди всего этого находим бело-синий-красный центр. И ставим вокруг него четыре нужных ребра. Это белое-красное, бело-синее и синий-красное. Поблизости бело-синее. Ставим с этой стороны. Видим, что нужно развернуть на себя справа. Вверх подчасовой. И передняя грань против часовой. Первое ребро есть. Смотрим остальные. Вот синий-красный. Сразу повернем на свое место. Встало хорошо. Ищем белые и красные одноцветные. Вот красные. С этой стороны. Встало хорошо. Разворачивать не пришлось. Сюда нужно белые. Вот белые. Тоже встало хорошо. Повезло. Берем крест снизу. И смотрим на боковые центры. Здесь пока цвета не совпадают. Вращаем. Так. Здесь стало хорошо. Синий-красный совпали. Здесь белый-синий тоже совпали. Белый с белым. Ну, стоят как надо. Но нужно центр развернуть. И здесь стало хорошо. Развернуть нужно только один центр. Очень удачно. Поднимаем ребро передней гранью наверх. Отводим в сторону. Разворачиваем центр белой стороной к ребру. И возвращаем ребро. Все стало хорошо. Ставим на место. Теперь крест правильный. Расставляем по местам уголки. Нам потребуется маленький красный треугольник, синий и белый. Какие у нас есть сверху? Сверху есть белый. Значит, с него и начнем. Ставить нужно вот сюда. Располагаем над своим местом. Делаем три движения от пиф-пафа. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. Уже неплохо. Дальше. Дальше нужных цветов у нас наверху почему-то нет. Красный находится здесь. А синий, наверное, тоже на чужом месте. Вот здесь. Ну, можно синий отсюда достать, поставив на его место серый. Теми же движениями. И вот у нас синий поднялся. Теперь его можно поставить на свое место. Так, становится уже симпатичнее. Дальше нам нужен красный, но он стоит на месте большого. Мы можем, кстати, поставить сначала большой. Он белокрасный. Вот подойдет. Делаем пиф-пафу до тех пор, пока уголок не станет правильно. Первый пиф-паф. Заодно и красный уголок поднимется. И нам снова везет. С первого пиф-паф уголок встал на место. Напомню, что здесь может потребоваться их до пяти штук. А значит, красный уголок встал на свое. И тем временем первый слой собран. Забираем второй. Сюда нужно синее ребро. Нет его наверху. Сюда нужно бело-серое. Такого тоже нет. Сюда нужна зеленая трапеция. Вот такая. Если опустить с этой стороны, будет криво. Перенесем сюда. С этой стороны будет уже хорошо. Проверяем. Совпадает. Значит, нужно от этого центра переставить направо. Делаем соответствующий алгоритм. Отводим налево. Поднимаем справа. Возвращаем. Возвращаем. Получаем вот такую огромную пару. Отводим углом назад. Поднимаем переднее гранье место. Вставляем огромную пару. И опускаем вниз. Так. Ребро готово. Сюда красно-желтое. Вот оно. Располагаем с этой стороны. Примеряем. Не подойдет. С другой стороны. Очевидно. Подойдет. Да. Все хорошо. Значит, отсюда ребро нужно поставить налево. Вот под этот угол. Если налево, то отводим вправо. Поднимаем слева. Поднимаем слева. Возвращаем. Возвращаем. Получаем маленькую пару. Красную. Отводим ее назад. Поднимаем переднюю гранью место. Возвращаем пару. И опускаем все вниз. Второе ребро готово. Движемся дальше. Здесь должно быть бело-серое. Но вот такое. Примеряем. Все хорошо подходит. Значит, отсюда ставим налево. Отводим в правую сторону. Поднимаем слева. Возвращаем. Возвращаем. Пару назад. Поднимаем переднюю грань. Возвращаем. Опускаем. Третья есть. И сюда потребуется синяя трапеция. Вот трапеция. С этой стороны не подойдет. Примеряем с другой. Здесь подойдет. Большие углы мешаются. Но что поделать. Нужно отсюда направо. Значит, отводим налево. Поднимаем справа. Возвращаем. Возвращаем. Вот эту синюю пару назад. Переднюю гранью поднимаем место. Вставляем пару. Опускаем. Получаем, что у нас первые два слоя собраны. Далее смотрим на верхний центр. Здесь ребра стоят не на своих местах. Ни одно не совпадает. Но сделаем перестановку какой-нибудь рыбкой. Я сделаю правое, чтобы вот эта серая встала на свое место. Что получилось? Серая на месте. Остальные нет. Берем серая перед собой. Можно даже подвернуть к своему боковому центру. И теперь делаем уже левую рыбку, так как нужно вот отсюда ребро поставить вот сюда. Поднимаем слева. И делаем все движения зеркально. Ребра на местах. Вот эти два нужно развернуть. Правильно ориентированно берем по бокам. Они находятся напротив. Делаем палку. Передняя грань по часовой. Делаем пиф-паф. И возвращаем переднюю грань. Остается ребра переставить опять по часовой стрелке. Делаем левую рыбку. Смотрим, что получилось. Ребра на местах ориентированы правильно. Остается переставить уголки. Видим, что одноцветные стоят не на своих местах. А вот этот большой, хоть и развернут, но стоит там, где нужно. На своем месте. Поэтому располагаем зелено-серо-желтый центр перед собой. Этот уголок слева, сверху, спереди. И делаем алгоритм для перестановки углов. Низ дважды. Снова вниз. И правая грань. Получаем, что с первого раза все уголки расставились по местам. И остается развернуть большой угол. Берем перед собой центр, с которого начинали. Можно брать и другое. Главное, чтобы вот этот уголок был сзади, сверху, слева. И делаем по два пиф-пафа, пока не развернется этот уголок тем же цветом, что и ребро. Первый пиф-паф. И второй пиф-паф. Проверяем. Цвета совпадают. Значит, на место большого угла ставим маленький треугольный. В данном случае синий. И делаем оставшиеся пиф-пафы до шести. Если было два, значит, делаем еще четыре, пока головоломка не вернет свою форму на место. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. И четвертый. Возвращаем левую грань на место. В итоге головоломка собрана. Все собирается не так уж и сложно. Одноцветные симметричные уголки добавляют некоторые особенности. А ромбовидная форма и название бритва, либо лезвия устрашают. Особенно в перемешанном состоянии головоломка выглядит пугающе. Но если разобраться, как все работает, то некоторые этапы даже проще, чем в кубике Рубика. А разворот последнего уголка, такой же, как сборки мастер-морфикса, только проще. Так как ситуация может быть только одна. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.